Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, любители шахматы. Сегодня мы посмотрим партию между Артемиевым и Накамурой. Это финал Малтлота Рапид. С4, Е5. Накамура играет черными. Такой принципиальный ход. Белые пока не могут развить слонов, а черные уже могут развить слона, например, на Б4. Конь С3 и Конь Ф6 и Е3 играет Артемиев. Ну, здесь интересный ход слон Б4 есть. Аканант играл в свое время, то есть сдавая сразу чернопольного слона. Е3, наверное, ход не самый принципиальный. Конь Ф3 более стандартным выйти. Но здесь, в принципе, в английском начале, конечно, чернопольный слон не идет на Ж5. Его куда-то пытаются белые развить или на Б2 или на Д2. Так что ход, в принципе, нормальный. Д5, размен. Конь Ф3. Можно было подумать над ходом, например, А3, ограничивая коня на Д5, чтобы он не прыгал. Но Конь Ф3 это ход на развитие. И Артемиев так играет. Ферд С2 и Конь Б4. Ну, вот вызвал это продвижение Артемиев. Немножко так провоцирует, так сказать, выигрывает темп. Но такие позиции очень типовые, конечно, для сицилианской защиты. Ферс Б1. Нужно держать поле Д3 под контролем. И Ф5. Ну, Хикару хорошо готов в теории. Делает ходы по первой линии. Хотя, конечно, в плане такой, как бы, обучения ход довольно стрёмный. Ну, страшный, да. То есть, пока еще черные не развиты. Хочется как-то вывести слона, сделать побыстрее аркировку. И часто пешка ставится на Ф6. С идеей, что если пойти слоном на Б2 в дальнейшем, то слон будет упираться в эту пешку. Ну, вот Хикару играет Ф5. А3 и Д3. Выставляют такую стеночку, ежа. И готовятся сделать аркировку. То есть, пока позиция белых выглядит довольно скромно. Черные где-то попытаются атаковать на королевском фланге. Но, я еще раз повторюсь, что с пешкой Ф5 черный король тоже будет довольно слабоват. Слон е2. Рокировка, рокировка. И Артемьев забирает на Д5. Ну, в принципе, наверное, неплохое решение. В том смысле, что белые чуть-чуть стеснены в пространстве. Лучше фигуру разменять. Ну, тоже часто мы такой видим в ход сицилианской защите. Хотя, ну, комментаторы всегда пишут, что, ну, вот это небольшая уступка сопернику. Тем не менее, ну, ход логичный. Взяли и Б4. То есть, идея поставить слона на Б2. И с этим конем на С3, конечно, слон будет немного стеснен. Ну, и кроме того, имея, допустим, преимущество в центре, да, Хикару может в какой-то момент сыграть конь Б6. И тогда размен не будет удачен. А опять же повторюсь, что тут фигуры белых немного мешают друг другу. Размен. Б4. А6 пока. Нужно держать поле Б5. Потому что грозит Б4 и конь Е5. Ну, одна из главных идей всей партии. Слон Б2. Атакована пешка. Слон Д6 приходится играть. Слон С3. Ну, вот так довольно-таки простые маневры. То есть, белые хотят сдвоиться по этой диагонали. И снова навалиться на пешку Е5. У черных же, ну, идея состоит в том, чтобы сыграть где-то Е4. И если пешка встанет на Е4, то нужно уводить коня. И здесь получится, что, ну, вот эти три фигуры могут атаковать короля. Ферзь Е7 пока что. И Б5 сбивает здесь белые, черные фигуры Артемьев. Забрали. И ферзь Б5. То есть, образовался такой двойной удар на слона и на пешку Б7. Слона Ф7 последовала. Ферзь Б7. И конь А5. То есть, здесь у черных немного поменялись планы. Пешка на А3 лишняя, но тут видно, что целая орава черных фигур тут атакует именно ферзевый фланг. И, в принципе, позиция выглядит для черных довольно неплохо. Ферзь Б2. И ладья Б8. Ну, здесь вот Накамура потратил все время, практически две трети своего времени. Ход сильнейший. Но проблема тут в том, что белые каким-то образом тут держатся за эту пешку. То есть, если сыграть, например, сразу как-то конь Б3 последует, например, ладья А2 не хочется играть, потому что здесь слон стоит. И если забрать, то ферзь С2. Ну, вот такие. То есть, атакуется конь и атакуется пешка на Е5. То есть, так просто эту пешку на А3 не забрать. Сыграл сильнейшим образом. Конь Б3. Ладья Б1. И забирает здесь Хикару эту пешку. И последовало Д4. Ну, по компьютеру сильнейший ход. Может быть, хочется сыграть как-то конь Д2. Например, подвязать. Но, вроде как, после персев 8. Здесь черный держится. То есть, ладья на Б8 защищена. То есть, сыграл Д4. Ну, так сказать, немножко пробует силы черных атаковать в центре. Д4 и конь Д2. Ну, вот та же идея со связкой. Только вызвали здесь пешку Д4 на себя. Ну, я не совсем уверен в ходе. Но компьютер утверждает, что позиция белых уже выиграна. Ладья Б6. Ну, идея, как я говорил, забрать здесь на А2. И выставить сюда черные фигуры. С сильной атакой. Конь Ц4. Жертвует здесь Хикару. И ладья Ж6. Ладья А6. Ход с угрозой поставить мат в один ход. Но Ф4 следует. И здесь постепенно король белых убегает. Фигура пожертвована. И здесь вот это тоже все висит. Весь комплект черных. И Хикару посчитал, что лучше пока поставить ладью на Ж6. Конь Е5. Атакую ладью. Ладья А6. Ф3. И здесь, по мнению компьютера, Ф4 все-таки было точнее. Но идеи все те же самые. То есть ничья здесь вот в таком варианте. Ход Ф4. Такое сильнейшее продолжение. Если забрать, то Е3. И уже черные выигрывают. Поэтому тут следует какая-то сумасшедшая ничья. Ну, конечно, повторять нет смысла. Потому что это чисто компощено. Но, в общем, Ф4 здесь было сильнее. Ферзь Ж3. И Конь Ф7. Ну, вот так вообще супер хладнокровно играет Артемьев. Просто забирает слона. И если сыграть, допустим, ладья А2, то последует ход, например, слон С4. Ну, как мне кажется, самое простое. И Конь защищенный. И от мата спаслись. Ну, так и последовало. Ферзь Ж4. И Конь Ж5, шах. Если, допустим, сыграть Король Х8, то просто Конь Х3. И выясняется, что ладью держать, ну, только ходом Ферзь Ж3. Но тогда какой-то может последовать размен. Допустим, Ферзь Ф2. И после размена, конечно, белые побеждают. Хорошая победа Артемьева. Поздравляем его. И до новых встреч.